Евангелие глазами Евангелие глазами авторов, известные истории, малоизвестные детали. Евангелие в его историко-культурном контексте. И сегодня мы продолжаем исследовать Евангелие от Иоанна, о котором мы сказали, что оно организовано, его структура организована вокруг храмовых праздников. И мы задержим наше внимание на 7 главе Евангелия от Иоанна и поговорим о том великом спасении, которое описано в 7 главе Евангелия от Иоанна. Но интересно заметить, что 1 стих 7 главы Евангелия от Иоанна, пожалуй, он скорее всего относится к предыдущей истории. Но здесь очень интересно показано, что после Второй Пасхи, мы говорили об этом вчера, что произошло во время Второй Пасхи, и какой у него произошел конфликт с фарисеями по поводу исцеления в субботу. Интересно, что Иоанн говорит нам, что после этого конфликта Иисус находился в Галилее. Почему? Потому что галилеяне, мы несколько раз читали об этом, галилеяне принимали Иисуса. Это я подчеркиваю для того, чтобы вы могли увидеть объективную картину. Очень часто есть такое понимание, что вот евреи отвергли Иисуса. Но мы видим четко, Иоанн прослеживает, хоть он употребляет слово Иудеи, его употребление слова Иудеи не относится ко всем евреям. Оно непосредственно относится к тем евреям, которые находились в провинции Иудея, вокруг Иерусалима в частности, где правил царь Ирод. В Галилее же к Иисусу отношение было весьма положительным. И мы видим, что Иисус находится там. Но вот здесь дальше написано, приближается праздник поставления кущей. И вот этот праздник, интересно, что фактически это Иисус отмечает, если бы было день рождения, такое понятие в иудаизме, то Иисус бы отмечал свою 33-ю годовщину в этой главе. Потому что мы говорили на нашей первой лекции о том, что Иисус родился после Суккота, сразу же после праздника Суккот. И вот здесь он отмечает свою 33-ю годовщину. Вот это праздник поставления кущей. О чем этот праздник? Дело в том, что и в левицкой системе богослужений, и в Библии, и в иудаизме это очень важный праздник. Пожалуй, один из трех паломнических праздников, в который каждый израильтянин должен был прийти в храм. Вот посмотрите, как описан этот праздник. «В пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы собираете произведение земли, празднуйте праздник Господень. Семь дней в первый день покой и в восьмой день покой». То есть это целая неделя великого празднования. Посмотрите, что на этот праздник требовалось сделать. Взять разные ветви. В иврите сегодня в иудаизме это называется лулав и этрог. Лулав – это небольшой такой вот он связка, как снопик вот этих разных вербовых и камышовых ветвей. А этот рог – он вот такой большой лимон, цитрон такой. И вот это, что называется, великий праздник. Зачастую, когда в иудаизме говорят, вот евреи друг с другом говорят, и так прямо говорят друг другу, «Хаг самех», типа на русский если перевести, «С праздничком у вас». Речь идет о Суккоте. Потому что все остальные праздники, они называются. А Суккот – он просто праздник. Потому что он такой великий и важный. Ну, во-первых, по нескольким причинам. Прежде всего, потому что вспоминаются те дни, когда израильский народ был в пустыне. Во-вторых, потому что символично, что праздник Суккот происходит после Йом-Кипура, после Дня Очищения. Когда на Йом-Кипур завершается, первосвященник выходит из храма и отсылается козел в пустыню со всеми грехами Израиля. И Израиль очищен от грехов. Звучит шафар, который как бы предвозвещает, провозглашает пришествие Мессии. То есть Суккот – это праздник, который символизирует царство Мессии. Суккот – это праздник, о котором буквально, если говорить о кущах, то в книге Откровения 22 глава Иерусалим называется «Кущей Бога с человеками». То есть это символ нового Иерусалима. Ну и естественно, раз Мессия пришел, то вот вам и новый Иерусалим. Поэтому это праздник огромной важности. И вопрос, который в 7 главе поднимается, а стоит ли Иисусу идти на этот праздник, если в Иудее у него такой серьезный конфликт? И братья Иисуса спрашивают, пойдешь ты, не пойдешь? Как быть? Что делать? Они не уверены здесь. Потому что в Иерусалиме, в Галилее все нормально. У Иисуса есть последователи. Иисуса слушают, Иисуса принимают. А в Иерусалиме к Иисусу относятся отрицательно. Подобно тому, как в столице относятся к некоторым иностранцам, говорящим с акцентом. Знаете, дело в том, что галилеяне, они говорили на арамейском языке. Язык, который был принесен принесен из вавилонского плена. О иерусалимляне, они говорили на языке Библии, на иврите. Поэтому они считали себя образованными интеллигентами, а галилеян считали эдакой такой деревенщиной. И вы видите, позже, завершая седьмую главу, идет дискуссия. Вы видите, общество, еврейское общество расколото. Идет дискуссия о том, может ли из Галилеи прийти Мессия. Да как из Галилеи может прийти Мессия? Как из среды этой деревенщины, фактически, восприятия, может прийти Мессия? У иерусалимлян несостыковка в этом плане. И вообще над галилеянами смеются. Потому что арамейские языки и иврит, они языки общей группы, но они как русский и украинский. И поэтому, особенно в Евангелии от Матфея, почему ученые говорят, оно хоть и дошло до нас на греческом языке, но изначально оно, конечно же, ученые считают, что оно было написано на арамейском, уже там обыгрывается этот момент. Матфей говорит, как иерусалимляне насмехаются над тем, что галилеяне, ученики Иисуса, говорят в Иерусалиме с сильным акцентом. Но, тем не менее, Иисус приходит. Иисус приходит в половине праздника, то есть на третий день. Он приходит в храм, заходит в притвор, которому он учился сам у раввинов. Мы говорили об этом. И начинает учить. И тут, естественно, опять к нему начинаются придирки. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Опять та же самая проблема. Кто тебя поставил учить? Как ты имеешь право? То есть это не восхищение, это, к сожалению, упрек. Это укор. Как ты можешь это делать, не учившись? Но Иисус знает, у кого он учился. Мое учение не мое, но пославшего Меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю? Иными словами, Иисус хочет показать здесь, что ту идею, которую Никодим признал, вы помните, с самого начала, как только он появляется в храме во время своей первой Пасхи и совершает такое очищение храма от садукейской коррупции, и к нему сразу, кто тебе разрешил это делать? Кто дал такое благословение? И сразу же приходит Никодим и говорит, а мы знаем, что ты от Бога. Удивительно, что в седьмой главе тоже появляется Никодим. Никодим, который участвует в споре в происходящем среде фарисеев и который указывает на то, что фарисеи не следуют своим же собственным правилам, что здесь идет борьба не на уровне учения, а исключительно на уровне человеческого фактора. Обратите внимание, как сказано, что говорит Никодим в 51 стихе седьмой главы. Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнает, что он делает? Никодим ссылается на фарисейскую традицию, записанную в Мишне, трактат Сан-Ядрин, который очень четко и конкретно прописывает, как нужно делать какие-то конкретные суждения. Трактат Сан-Ядрин очень четко показывает и демонстрирует и настаивает на презумпции невиновности. Но мы видим в контексте, что фарисейские лидеры, движимые определенными политическими, человеческим таким фактором, они игнорируют свои собственные правила. Тем не менее, Иисус продолжает учить. И вот что происходит. В 37-м стихе нам сказано «В последний великий день праздника стоял Иисус и говорил «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Какое отношение эти слова имеют к празднику Кущи? Здесь этот стих показывает, насколько нам для понимания Нового Завета важно знание иудейской традиции. нигде, ни в книге Левит, 23-я глава, мы читали тексты из нее о празднике Кущей, ни в книге числа 29-я глава, где подробнейшим образом расписаны все жертвоприношения по поводу Кущей, ни в коротких упоминаниях о где который встречается в книге Ездры и Нигемии и в других местах мы не встречаем никакой связи праздника Кущей с водой. Только иудейская традиция показывает нам, что собственно говоря происходит. Речь идет о восьмом дне Суккота. Вот как об этом пишет 23-я глава книги Левит. Восьмой день священное собрание да будет у вас. Вот этот восьмой день он еще часто если у вас вам когда-то попадался иудейский календарь он называется Шмини Ацерет имеет еще одно название. Хошана Рава Хошана Рава это интересное слово. Вы слышали слово Осана? Я сколько раз спрашивал у христиан которые употребляют Осана направо и налево и думают что это выражение прославления. Ничего подобного. Слово Ошана это еврейское слово из которого один и тот же корень имя Иисуса Ешуа тот же корень имеет. Слово звучит оно как Ошиана означает спаси нас пожалуйста. вы помните когда бросали пальмовые ветви перед Иисусом встречая его вход они говорили Ошиана сын Давидов они говорили спаси нас сын Давидов связанное с именем Иисуса Ешуа то есть вот этот восьмой день праздника он называется великое спасение день великого спасения и это мы посвятим целых два дня сегодня и завтра расскажу о том что происходило восьмой день Суккота на великое спасение И что действительно здесь происходило это утром на восьмой день процессия торжественная процессия священников направлялась по цепочке выстраивалась по направлению к потоку Кедрон оттуда черпалась вода которая потом передавалась вот так вот по цепочке священников и в конце концов ею обливали жертвенник ее возливали на жертвенник что это за ритуал опять же он не прописан у нас ни в одном левицком законе но книга пророка Исаии говорит меня говорит следующие слова в 12 глава и 3 стих книги пророка Исаии вот что сказано в радости будете почерпать воду из источников спасения вот этого слова спасение в данном случае написано на иврите Ешуа то есть фактически в радости будете почерпать воду из источников Ешуа этот текст вообще в контексте очень важен 12 глава у нас следует как заключительная радостная поэма заключающая мессианское пророчество 11 главы где говорится о том что восстанет отрасль из корня Есеева и будет судить бедных по правде и волк там будет лежать с ягненком все это рассказывается и также мы упоминали 11 главу раньше во второй части где говорится что корень Есеев соберет все народы и что Господь сделает духовный исход и вот в конце этого употребляется вот это как бы Исаия записывает коротенькую песню пророческую такую песню в центре которой и сегодня эту песню поют евреи в радости будете почерпать воду из источников Ешуа теперь вы видите как понятны слова когда Иисус стоит у жертвенника и вот эта череда передает эти сосуды с водой кувшины с водой они возливают эту воду и поют ушав в радости будете черпать воду у источников Ешуа а Ешуа стоит рядом и говорит кто жаждет приди ко мне и пей кто верует в меня у того сказано в Писании из чрева потекут реки воды живой вот что делает Иисус Он стоит у жертвенника показывая и демонстрируя что Он является источником истинного спасения Дальше начинается интересная фраза Сие сказал Он о духе которого имели принять верующие в Него ибо не было на них Духа Святого потому что Иисус еще не был прославлен что это такое где был Дух Святой интересно мне пришлось делать исследование одно по празднику Суккот и я обнаружил одну интересную историю записанную аж в менее известном для иудеев в Иерусалимском Талмуде и это единственное место во всей талмудической литературе где иудеи раввины говорят о том что вода возливаемая на жертвенник в восьмой день Суккота символизирует принятие Израилем Святого Духа то есть есть это не иностранная традиция это иудейское понимание вопроса в Мишне в трактате посвященном празднику Суккот трактат Куща прямо говорится кто не был в восьмой день ошаны рабы в храме не испытал настоящей радости а кто приходит в это время когда возливается говорит комментируя эти слова Иерусалимский Талмуд говорит кто приходит во время когда возливается вода на жертвенник обязательно получит Святого Духа и дальше перечисляется рассказ о том как один раввин придя на это поучаствовал в этой церемонии почувствовал как Святой Дух не зашел на него что же здесь такое что же кроется за словами не было на них Святого Духа еще знаете вот эта фраза о чреве и о реках воды живой уже нам встречалась она нам встречалась в истории которая нам повествует о разговоре Иисуса с Самарянкой в 4 главе Евангелия от Иоанна здесь Иисус предложил Самарянской женщине живую воду себя как источник живой воды кстати говоря и пророк Иеремия говорит о том что это сам Бог является источником живой воды во 2 главе книги пророка Иеремии говорится меня источник воды живой оставили и высекли себе водоемы которые не держат воды здесь Иисус оперирует вполне иудейскими терминами но удивительно что Самарянка мы помним этот разговор она в конце концов выводит на вопрос а на каком месте поклоняться Богу то надо на каком месте следует поклоняться на горе Герезим где мы самаряне поклоняемся или может быть в Иерусалиме а Иисус отвечает ей интересными словами и эти слова кстати являются ключевыми почему вся самарийская деревня уверовала в него посмотрите как сказано в 5 главе Евангелия от Иоанна в 4 главе Евангелия от Иоанна сначала он говорит самаритянке в 22 тексте вы не знаете чему кланяетесь а мы знаем потому что чему кланяемся ибо спасение от иудеев не от самаритян но дальше он говорит настает время и настало уже когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине не на горе а в духе и истине ах о отцу Субтитры создавал DimaTorzok